Всем привет! Прошло уже два года с момента установки посудомойки Beko DISS 25010. О том, как я устанавливал посудомойку, у меня есть отдельное видео, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. У нас семья из 5 человек, поэтому пользуемся машинкой очень интенсивно, 2-3 раза в день. Для большой семьи лучше бы подошла посудомойка на 60 см, но в моем случае из-за маленькой кухни пришлось остановиться на компактной модели. Несмотря на маленькие размеры, посудомойка вмещает 10 комплектов посуды. Если честно, под комплектом посуды производитель понимает такой набор. 1 стакан, 1 ложка или вилка, 1 блюдце, 1 большая плоская тарелка и 1 глубокая тарелка. Поэтому, если нужно помыть кастрюлю или сковородку, количество тарелок, чашек, которые влезут в машину, уменьшится. Но все равно, для такой узкой машины она довольно вместительная. Например, между нижней и верхней корзиной довольно большое расстояние, поэтому влезет большая кастрюля. Итак, давайте я покажу, что тут внутри. Это емкость для моющего средства. Сюда кладется или таблетка, или порошок. Я остановился на порошке. Он более экономичный и можно самому дозировать средством. Чтобы закрыть емкость, нужно нажать на правый край крышки. По-другому она не закроется. Это емкость для ополаскивателя. Благодаря ему на посуде не образуются белые разботы. Внутри посудомойки есть две подвижные полки. Верхняя для чашек, стаканов, маленьких тарелок. Есть также полочка для столовых приборов. Сюда мы кладем половники и лопатки. В нижнюю полку ставятся большие тарелки, кастрюли и сковородки. Также есть емкость для столовых приборов. В этой модели не регулируется ни высота корзин по вертикали, ни положение сетки по горизонтали. Есть три распылителя. Два под верхней полкой и один большой под нижней. Также есть емкость для соли и фильтр, куда попадают остатки пищи. Его нужно чистить хотя бы раз в три месяца, ну максимум раз в полгода. Более подробно я расскажу о соли. Ее нужно обязательно использовать, если вы не хотите, чтобы ваша машинка испортилась раньше времени. Без соли можно обойтись, если у вас только мягкая вода. Если жесткость более единицы, то соль нужно засыпать, даже если вы используете таблетки 3 в 1. О том, как я определял жесткость воды и делал первый запуск посудомойки, у меня есть отдельное видео. Ссылка в описании. Дверка фиксируется в любом положении, только если на нее навешан фасад. Без фасада она будет закрываться. Теперь я расскажу, как пользоваться посудомойкой. Загружаем посуду. На верхнюю полку ставим чашки и стаканы. С этой стороны ставятся чашки, они более широкие. Узкие стаканы ставятся сюда. Не рекомендую на эти держатели надевать стеклянные стаканы или чашки. В процессе мойки они царапаются. Сюда можно положить половник. В нижние полки с этой стороны ставятся глубокие тарелки, тут плоские. А вот тут сбоку мы обычно ставим кастрюлю. Сюда влезет или одна большая, или две маленькие. Ну, тут ставим корзину для столовых приборов. Сбоку отлично влезет досточка. Закрываем. Проверяем, крутится ли верхняя лопасть. Например, высокая кастрюля, она будет мешать лопасть и крутиться. Надо проверить и устранить эту проблему. Сюда насыпаем моющее средство. Закрываем. Теперь нажимаем на эту кнопку включения. И запускается программа под номером 1. Время мойки 3 часа 25 минут. Это программа ЭКО 50 градусов. Самая экономичная программа по расходу воды и электроэнергии. для посуды средней загрязненности. Я пользовался ей только один раз. И самый большой недостаток этой программы это большое время мойки. 3 часа 25 минут. Нажимаем кнопку P. И переключаем на вторую программу. Это программа с температурой 70 градусов. Кстати, кнопки стерлись. Это тоже большой недостаток этой машинки. Стерлись кнопки. Время мойки 1 час 55 минут. Есть режим предварительного замачивания. Она подходит для сильно загрязненной посуды. Особенно хорошо она отмывает сковородки и кастрюли. Например, у меня отмылись старые кастрюли, на которых за много лет образовался огромный налет, который вручную отмыть не удавалось. Этого удалось добиться не за один раз. Но теперь кастрюли выглядят как новые. Использую я этот режим очень редко. Третья программа 65 градусов. Время мойки 2 часа. Для посуды со средним загрязнением. И четвертый режим 60 градусов. Время мойки 58 минут. Тоже для средней загрязненной посуды. Последние две программы самый оптимальный вариант для каждодневной мойки посуды. Четвертая экономит время и расход воды по сравнению с третьей. Но качество мойки у третьей значительно лучше. Пятая программа 35 градусов 30 минут. Программа ускоренная. Использовал только один раз. Когда нужно было срочно помыть посуду. Моет слабенько. Можно использовать в крайнем случае, если посуда не очень грязная. Кнопка F2. Для половиной загрузки. Но моет очень плохо. Использовал один раз. Качество намного хуже. Не рекомендую использовать. Если вы используете порошок. Уже можно запускать мойку. Но если вы используете таблетку. Надо обязательно нажать кнопку F1. Нажимается она только один раз. И при следующем включении нажимать ее не нужно. Единственное определитесь. Каким средством будете пользоваться. Постоянно менять режим нежелательно. А тут индикаторы соли и ополаскивателя. Сейчас они не светятся. Потому что я недавно залил ополаскиватель и засыпал соль. Если они начнут светиться. Значит нужно залить ополаскиватель или засыпать соль. Это кнопка отложенного старта до 24 часов. Но я ее не пользуюсь. Когда все настроили. Закрываем посудомойку. И она автоматически запустится. На экране начинается обратный отсчет. Было 30. Стало 23. Когда мойка закончится. Прозвучит звуковой сигнал. Три раза. В начале посудомойка начинает сливать воду. Которая осталась в ней после предыдущей стирки. Если вы откроете. В любом случае. Программа остановится. И вы сможете добавить туда. Если вы что-то забыли. Закрываете дверцу. И процесс стирки продолжается. Вот она запустилась. Если вы запустили не ту программу. И хотите сразу остановить процесс стирки. Откройте дверцу. Нажмите кнопку переключения программ. И ждите 3 секунды. Начнется обратный отсчет. Три, два, один. Закрываем. И посудомойка начинает сливать воду. Когда она закончится сливать воду. Процесс остановится. И вы можете опять открыть. И установить нужную программу. Еще несколько советов. Не открывайте дверцу сразу после окончания мойки. Кроме случаев, когда нужно срочно достать посуду. Она еще очень горячая. И не до конца просохнет. Лучше подождать полчаса. Пока у вас нету кухонной мебели. Но есть посудомойка. Ее можно использовать как отдельно стоящую. Единственное, без фасада дверца не будет держаться. В промежуточных положениях. И она сразу будет закрываться. Сама. За счет пружины. Итак, подведем итоги. Из преимуществ. Низкая цена при хорошем качестве. Хорошо моет посуду. Экономично по воде и электричеству. Есть электронное табло. Есть половинная загрузка. Отложенный старт. И аквастоп на корпусе. С недостатком. За два года стерлись кнопки. Которые часто нажимались. А нет аквастопа на шланге. Но, в общем, посудомойкой я очень доволен. Достоинств у нее намного больше, чем недостатков. Надеюсь, мое видео было полезным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok